Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. О смерти Вячеслава Полейко первым сообщил юморист Александр Морозов. Для звезды уход друга стал потрясением. И он долго не мог подобрать слова, чтобы выразить свою скорбь. О причинах смерти Вячеслава Полейко пока не сообщается. Известно, что писатель скончался рано утром 3 февраля. По словам Александра Морозова, новость о трагедии стала потрясением для всех знакомых Полейко. Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора «Кривого зеркала» Славы Полейко. И все это время я не знал, что сказать, а сказать нужно было, чтобы его помнили. Слишком много уходит хороших людей. Царствие небесное, поделился переживаниями Морозов. Вячеслав Полейко был одним из самых востребованных писателей-юмористов в стране. Он сочинял монологи для Михаила Задорнова и Михаила Евдокимова. С 1987 года Полейко начал сотрудничать с Евгением Петросяном. Он считался постоянным автором «Кривого зеркала», сочиняя сценки для «Новых русских бабок», Александра Морозова и самого Петросяна. Соболезнования семье писателя уже принесли много поклонники. К ним присоединилась и Елена Воробей. Нет слов, нет слез, нет сил. Но нужно крепиться, нужно помочь выжить другим. Добрым словом, добрым делом. Царствие небесного, написала Воробей. Сам Евгений Петросян пока хранит молчание по поводу трагедии. Это не первая потеря, с которой «Кривому зеркалу» пришлось столкнуться за последние месяцы. Так, в сентябре из жизни ушел юморист и певец Вячеслав Войноровский. Тогда Петросян назвал смерть друга тяжелым ударом. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.